Всем привет! Я хочу рассказать вам о том, как живет Май Абрикосов. Он давным-давно был участником телепроекта «Дом-2», а сейчас живет в деревне. Журналисты окрестили его отшельником. Вот что Май пишет в своем блоге. «Я уехал в деревню, и даже тут мне нет покоя. Меня постоянно ищут, находят, звонят, предлагают сотрудничество, зовут на выступление. Если раньше подобные визиты случались лишь иногда, то сейчас просто нашествие. Причем обычно приезжают в выходной день, как будто я не имею права на отдых. Кто-то, может, и хочет к себе столько внимания, как и я в прошлом. Но у меня такого желания сейчас нет. Мне искренне хочется более спокойной жизни. Но только не дают». Майя раздражает вопрос. «Ты не отшельник?» А то в газетах пишут, что ты отшельник. Вот что пишет Абрикосов. «Отшельник – это человек, живущий в уединении, отдельно от жилого места, сам по себе. Я же живу в самом центре деревни Каратаяк, в окружении тысяч людей. Я состою в отношениях с любимой Олечкой, просто не афиширую подробности. У меня много друзей в разных уголках мира. В Белоруссии, в Италии, в Америке, в Германии, Молдове, в других странах, а также в городах России. Я веду свой блог в Инстаграм. Я имею собственный сайт, пишу статьи на заказ, пишу песни на заказ. А разве у отшельников бывает интернет?» Далее Майя продолжает развенчивать слухи. «Ни в какой секции я не состою, не застоял и состоять не собираюсь. Брошюрки не раздаю, землянику для уединения не копаю. В церковь я хожу в обычную православную Михаила Архангела и Николая Чудотворца. Хожу примерно один раз в три месяца, нечасто. Так что религиозным фанатиком себя не считаю». Майя желает всем тем, кто распространяет про него нехорошие слухи, счастья и удачи. «Обязательно назову по именам, — говорит Майя, — и поставлю свечку за их здравие, когда в следующий раз пойду в церковь». Также в прессе пишут, что Майя живет в доме своей покойной бабушки. Абрикосов говорит, «Это не так, это не дом моей покойной бабушки. Это дом моего отца, за которым я ухаживал до его смерти, мое родовое гнездо. К себе я взял жить маму. Не знаю, где я устроюсь в дальнейшем, но этот дом останется навсегда моим». Майя не понимает, зачем злые языки хотят сделать из него безродного дурачка. И почему всех бесит, что он трусы свои не выворачивает наизнанку и не торгует личной жизнью. Майя написала, «У меня такое мнение. Интенсивное психиатрическое лечение нужно тем, кто сует в Инстаграм своих новорожденных детей, пусть даже частями или затылком. Тем, кто каждый свой пук выставляет на обсуждение. Тем, кто отчитывается перед незнакомыми людьми, фолловерами, о своем распорядке дня. Тем, кто оскорбляет своих подписчиков. На самом деле желая, чтобы их количество стало больше. Тем, кто оголяется на снимках, изображает похоть. Все это вызывает лишь отвращение и презрение». Абрикосову часто пишут, «Вернись в дом 2, ты был звездой». Вот что Майя ответил на это. Разве там вообще были или есть звезды? Почему их называют звездами? Что они делают значимого? Дают друг другу или что-то там сосут? Непонятно. После того, как Майя Абрикосов ушел с проекта, он поехал по святым местам и попал в гости к одному известному православному старцу. Старец сказал ему, что он зря принимал участие в проекте, потому что кроме негатива ничего от него не получил. Старец сказал, что «И самое главное, без дома 2 Майя был бы намного успешнее. Все благоприятные карьерные события отодвинулись примерно на 10 лет из-за того, что Майя принимал участие в доме 2. Дела его наладятся, но позже. Такая расплата за съемки в доме 2». Вот что пишет Май. «Я не спорю, есть единицы, которые после проекта не бедствуют. Но давайте будем честными. Деньги им дал не дом 2, а мужья-бизнесмены, за которых они выскочили и успели родить. Все остальные участники, или мясо, как их называют продюсеры, уходят с шоу с испорченной репутацией, с позором. Не только для себя, но и для своих родных». Майя советует не смотреть дом 2. Проект давно уже потерял свой привлекательный формат. Зрелые люди отворачиваются от пошлости. Детям вообще противопоказано это непристойное шоу. Лучше уж посмотреть хороший художественный фильм, чем видеть тюрьму, клетки, маски мертвецов, каких-то голых озабоченных рабынь любви или служанок, унижения и грязь. Май сомневается, что все происходящее на проекте придумал психически здоровый человек. Абрикосов сказал, что ему даже жаль съемочную группу «Дома 2». Постоянные перестановки в организации проекта говорят о его крахе. Почти все сотрудники в напряжении. Кого-то увольняют, других берут. Но это ведь живые люди, каково им работать и бояться, что завтра закроется очередная провальная площадка. Теперь вы понимаете, почему Майя Абрикосова стараются объявить в прессе чокнутым, потому что он говорит правду. Он не гоняется за популярностью, он понял, что репутация значит много. И я призываю всех, кто согласен с позицией Майя, не смотреть «Дом 2», начать прямо с сегодняшнего дня.